Добрый вечер! Основные события дня и экспертные оценки в ближайшем часе. Взрыв в Техасе, техногенные катастрофы как спутники цивилизации. Во что обойдется чемпионат мира 2018 по футболу для России? Продукты питания продолжают подделывать. Ну и, наконец, чем грозят нам майские праздники? Чтобы обсудить эти темы, у нас есть около часа. Начнем по порядку. Взрыв и пожар в техасском городе Вест на заводе по производству минеральных удобрений унес жизни от 5 до 15 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Ранее глава местных экстренных служб предположил, что погибнуть могли от 60 до 70 человек. По официальным данным, не менее 160 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в три местные больницы. По словам источника, пропали без вести от трех до пяти пожарных, принимавших участие в тушении огня. Взрыв сравнял с землей часть города и вызвал искусственное землетрясение. Разрушены десятки домов, эвакуирована половина жителей городка Вест, в котором всего проживают около 3000 человек. Техногенные катастрофы, к сожалению, бывают и у нас. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям регулярно публикует свои прогнозы относительно техногенных катастроф, где они могут произойти и какова их вероятность. В частности, на этот год говорится, что сохранится негативная динамика роста чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами и возгораниями бытового газа в жилом секторе нашей страны. О том, что такое техногенные катастрофы, насколько они опасны. Мы сейчас и будем говорить с Василием Дос, спасателем первого класса. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, насколько техногенные катастрофы опаснее природных? Техногенные катастрофы происходят гораздо чаще с обычными людьми. Достаточно сказать, что ДТП – это техногенная катастрофа, и затрагивают они гораздо больше людей, чем природные. Но в то же время природные катастрофы единовременно могут затронуть очень большое количество людей и принести большие жертвы. Поэтому риск, то есть опасность для среднего человека техногенной катастрофы значительно сильнее. Не обязательно это должна быть катастрофа с большими последствиями для человека. Также существенно может оказаться небольшая маленькая авария, в которой именно он пострадает. Но природные катастрофы, они могут, как следствие природной катастрофы, может произойти техногенный, как это на Фукусиме было. Да, конечно, такое бывает. Но вообще природные катастрофы, как правило, для современного городского жителя не приносят больших несчастья, потому что обычно принимаются достаточные меры там, где люди живут. И вот только землетрясения, скажем, или цунами могут приносить большие бедствия для людей. Вот. Ну и, конечно, да, если такое мощное событие происходит, затрагивает город, там, землетрясение, или цунами, как это было в Японии, то оно вызывает, конечно, и множество техногенных катастроф, как там маленьких каких-нибудь, так и достаточно большие. Вот в Японии там же тоже вместе вот с этой атомной аварией были и другие катастрофы, происходили пожары на различных там хранилищах топлив. Вот. И тоже были большие потери, но не такие, конечно, как атомные аварии. Да, понятно. Василий, а насколько велик в техногенных катастрофах человеческий фактор? Ну, техника вообще, тот субстрат и та причина, которая является пусковым, как бы, как бы, вследствие которого техногенных катастроф возникает, это же творение рук человеческих. И так или иначе, человеческий фактор всегда есть. Либо это неправильно спроектированное какое-то там устройство или предприятие, либо, может быть, недостаточно знаний для правильного устройства или проектирования какого-то там процесса. Вот. Но бывает и на правильно устроенных каких-то заводах человеческие ошибки. Вообще, на техногенных таких объектах, на технических... Да. Ну, это вот ситуация, например, с Чернобылем. Вроде бы станция нормальная, все системы защиты работали, но целый ряд ошибок людей именно привели к вот такой катастрофе. Да. Тут связано с чем? Бывают процессы, которые люди просто недостаточно хорошо знают. Вот те же самые взрывы минеральных удобрений, там, вот, аммиака. Когда много лет назад, там, во время войны, еще раньше происходили взрывы пароходов с минеральными удобрениями, люди просто к этому времени не знали о такой пожарной и взрывоопасности этих удобрений. Вот. И поэтому просто не могли принять необходимых мер. А что касается, вот, атомной электростанции Чернобыльской, там основатели атомной энергетики как раз очень хорошо понимали опасности этого процесса и фундамент атомной энергетики изложили очень, как бы, правильные принципы и все необходимые меры защиты были сделаны. Но на протяжении сорока лет не происходило именно в атомной энергетике никаких существенных аварий. И капиталисты, как бы, расхладились. Они уже не были, ну, когда... Ну, понятно, расслабились. ...оборудование исправно, да. И они не были, да, расслабились и не были настроены так четко все соблюдать. И, конечно, в Чернобыле там системы безопасности существовали, но так получилось, что многие из них были специально отключены или там и люди не были готовы к тому, что может такая произойти авария. Ну, вот, кстати, хотел спросить вас, почему все, когда речь идет о как раз человеческом факторе при таких катастрофах, персонал, станции, заводы, ну, не важно чего, все надеются на авось, да, ну, проверили, вроде там что-то щелкает, ну, и ладно, и забыли про это. А потом в нужный момент оно не щелкает и не отключается. Ну, не всегда так бывает, что люди надеются на авось, и из-за этого получаются, там, скажем, последствия. Бывает, что люди, как бы, когда начинается развитие ситуации, понимают, к чему она может привести, и пытаются там, иногда успешно предпринять необходимые действия. Вот, бывает, что тут, как бы, культура проектирования и эксплуатации и вообще сама идеология вот системы безопасности, она должна быть сбалансирована. Если устройства безопасности слишком часто срабатывают, дают ложное срабатывание, то просто персонал может уже не воспринимать их сигналы как что-то такое, там, требующее внимания. Вот, ну, а когда эти меры, как бы, системы безопасности достаточны, и люди понимают, что происходит, все равно авария может развиваться и происходить. В данном случае тоже, когда пожарные приехали на место происшествия, разобрались, что горит, и что может быть взрыв, они же сообщили о том, что требуется эвакуация. Она началась, и кого-то, видимо, даже успели до взрыва эвакуировать. Вот. Тут при устройстве таких опасных процессов и предприятий важно, чтобы этот процесс был, как бы, во времени. Ну, чтобы было время среагировать. Ну, при устройстве, чтобы традиция существовала. Вот, скажем, в Индии была очень крупная, самая крупная техногенная катастрофа на химическом заводе, который до этого принадлежал, точнее, в тот момент формально принадлежал компании «Виннион Карбы» американской. Да-да, в начале 80-х годов. Да-да-да, там чудовищная авария была. Официально погибло несколько тысяч человек, а реально там чудовищные совершенно жертвы были. Их даже не удалось почитать. Вот. И особенность была в том, что персонал, который работал на этом заводе, был уже индийский. И такой культурой технологической даже не то, что знаний у них не было. Знания, может быть, были. Но это люди были, которые занимались, ну, такого рода профессией, там, может быть, в первом поколении. Не было именно, как бы, не технологических знаний, а вот именно культурных, как бы, которые внутри сидят. Человека таких норм, как говорится, как в морском деле говорят, хорошей морской практики. То есть хорошей технологической практики, которая уже подсознательно заложена. И, возможно, с этим связано. Хотя там есть мнение, что там было, как бы, криминальное действие, там, точно неизвестное. Вот. Но известно, как бы, предполагается, что если бы были бы американские специалисты, то просто в, как бы, устройстве этого процесса, возможно, не было бы даже, как бы, возможности для такого события. Ну, хотя это трудно сказать, возможно... Ну, да, это все из области предположений. Благодарю вас, Василий. С нами был Василий Дос, спасатель первого класса. Мы говорим о техногенных катастрофах, которые происходят не только в России, но и по всему миру. К сожалению, приходится констатировать, что иногда это человеческий фактор, иногда это недостатки проектирования тех или иных объектов, иногда и то, и другое. В любом случае, мы заложники цивилизации. Только остается это констатировать. Мы прекрасно помним, как несколько лет назад произошла авария на подстанции Вчагина, и целые микрорайоны московские остались без электричества. Ну, и мы все прекрасно помним последствия той аварии. Вечера при свечах романтически устроены не по нашей воле. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России в 2018 году, грозит подмочить репутацию страны. Федеральный центр пока планирует софинансировать лишь строительство спортивной инфраструктуры. Остальные расходы власти хотят переложить на регионы и муниципалитеты. Но экономическое положение большинства регионов ухудшается, и возникают большие сомнения в их способности самостоятельно профинансировать строительство всей инфраструктуры. Такой вывод содержится в обнародованном докладе Международного агентства Standard & Poor's. У меня есть вопрос к вам, к нашим слушателям. Телефон в студии 6510-99,6. Вопрос простой. Как вы полагаете, крупнейшие соревнования, которые пройдут в ближайшие годы в нашей стране, пройдут ли они достойно на достойном уровне? А к нам присоединяется Борис Копейкин, директор направления рейтинга региональных и местных органов власти рейтингового агентства Standard & Poor's. Борис, добрый вечер. Здравствуйте. Вот какой-то неоптимистичный у вас доклад. Вот на самом деле у меня ощущение, что чемпионат мира по футболу 2018 года болельщики ждут, наверное, даже больше, чем зимние Олимпиады в Сочи. И в чем вы видите риски? Давайте мы расскажем о том, что мы действительно сказали в докладе, потому что то, что сказали вы, действительно звучит очень негативно. Существует следующее. Есть уже существующие одобренные нормативные документы, которые предусматривают программу подготовки ценой в 600 с лишним миллиардов рублей. Предусматриваются частные инвестиции, бюджетные инвестиции. В соответствии с существующими документами мы предусматриваемся финансирование федерального бюджета необходимых расходов. До 70%. Где-то меньше, где-то больше, максимум 70%. А есть предварительные оценки федеральных органов власти о том, что, как это часто бывает, все может оказаться дороже. Вот один из последних вариантов ушел за 900 миллиардов рублей. С средствами информации видели оценки и в триллион триста миллиардов. Что сделали мы? Мы посчитали потребности на основе заявлений самих субъектов федерации, в которых находятся города, в которых планируется провести матч. Посмотрели на то, что говорят губернаторы, их заместители, просуммировали все, что происходит. В два раза больше, чем существующие оценки федерального правительства официальные. Триллион триста миллиардов. Ну, а что следует, конечно, понимать? Эта ситуация не уникальна именно для вот этого чемпионата. То же самое, например, с Олимпиадой в Сочи. Соответственно, спортивный объект – это меньшая часть. Меньше 15% всего того, что регионы хотели бы сделать в качестве подготовки. Все остальное – это инфраструктура. Транспортная, инженерная, коммунальная и так далее. Ну, то есть гостиницы, дороги… Гостиницы, как раз и в первую очередь. В первую очередь – это аэропорты, дороги, вокзалы, коммунальные сети. Потому что гостиница-то действительно может построить частник, но в гостинице должна быть теплая вода, в гостинице должно быть электричество, в гостинице должно быть отопление и так далее, и так далее. В гостинице нужно как-то подъехать. А перед тем, как не подъехать, нужно в этот город как-то добраться. Самолетом или поездом лезть. Поэтому, естественно, очень большой блок – это транспорт. В первую очередь. А нужно ли все это или не нужно? Это, наверное, вопрос в первую очередь к тем, кто, собственно, озвучил вот такие потребности. В первую очередь к тем же субъектам Российской Федерации. Вы имеете в виду, нужно или не нужно для чемпионата мира, или потом нужно будет или не нужно? Оба вопроса одновременно, да, потому что мы часто наблюдали в мировом опыте, что может создаваться избыточная инфраструктура. Со спортивными объектами потом что-то надо делать, да, может быть создана избыточная инфраструктура транспортная, это тоже возможно. Но мы понимаем, что существующая схема финансирования, где доля федерального бюджета ограничена максимум 70%, есть субъекты, которые все то, что они хотели бы сделать, сделать не смогут физически. Нет у них таких ресурсов, даже если они будут занимать максимально, ну невозможно. А есть субъекты, которые уже практически готовы, по объективным причинам. Конечно, в Москве и Петербурге ситуация с инфраструктурой лучше, в Татарстане, в Казани и в Краснодарском крае, в Сочи уже и так проводятся другие крупные мероприятия, к которым федерация уже помогала готовиться, уже многое просто-напросто сделано, поэтому осталось делать не так много. В некоторых субъектах ситуация хуже, опять же, это объективно. Уже много-много лет инвестиции в инфраструктуру, естественно, не отвечают потребностям растущей экономики. Понятно. Борис, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что эта ситуация не уникальна для чемпионата мира по футболу в России, и сравнили с Сочи. А есть ли у вас информация в мире? Это уникальная ситуация или нет? Насколько я помню, на Олимпиаду, например, в Греции, в Афинах, было потрачено тоже сильно больше, чем планировалось. Мы видим, что первоначальные оценки расходов в мировой проекте очень часто оказываются нежными. Несколько раз, даже в случае очень жестко контролируемых проектов, как, например, Олимпиада китайская, все равно окончательные расходы оказались существенно выше. Даже Олимпиада в Сочи, если меня память не подводит, предварительно оценилась 300 с небольшим миллиардом рублей. Все это уже выросло в четыре раза с лишним. То же самое с Лондоном, то же самое с многими другими крупными спортивными и не только спортивными мероприятиями. Сложно предусмотреть, все заранее посчитать. Для этого есть в том числе и объективные причины. Но просто это значит, что те первоначальные оценки, которые у нас есть сейчас, возможно, занижены. Что может потребоваться еще больше для того, чтобы все провести на достойном уровне с точки зрения инфраструктуры, а не только исключительно спортивных объектов. Можно, конечно, всего этого и не делать. Можно пойти по программе минимум. Понятно. Борис, а в чем вы видите риски имиджевых потерь? Что регионы пойдут по пути минимализма, и все будет скромненько, но чистенько. Ну, если чистенько, как вы говорите, да, что именно это означает? Если вы хотя бы можете из аэропорта доехать до гостиницы по дороге без ям, если при этом вы можете добраться до стадиона не по пробкам, и если, решившись прогуляться после мероприятия вокруг, вы все-таки не увидите руины и развалины, то уже это, наверное, неплохо. Поэтому вопрос оценки потребностей – это вопрос открытый. Как я уже сказал, мы ориентировались именно на те оценки потребностей, которые заявляли сами субъекты. И, конечно, мы видим, что в основном, собственно, к спорту это имеет отношение мало. Это, в первую очередь, именно инфраструктура, которой и так в любом случае может быть нужна экономике. Ну, вот по пробкам я тут сильно сомневаюсь, что без пробок будут доезжать спортсмены. Помните, наверное, тоже прекрасную историю, когда московский «Спартак» был вынужден к футбольной команде спуститься в метро и ехать на матч. Ну, как раз метро – это одно из направлений тех потребностей, которые субъекты озвучивают. Можно говорить о Самаре, можно говорить о Петербурге, можно говорить о некоторых других городах. В том числе и метро, да, потому что есть же не только спортсмены, есть еще и болельщики. Им же тоже как-то надо добираться. Поэтому значительная часть вот этих денег, о которых мы говорим, – это и метро в том числе. Спасибо. С нами был Борис Копейкин, директор направления рейтинга региональных и местных органов власти Международного рейтингового агентства «Стандарт энд Пурс». К нам присоединяется спортивный обозреватель телеканала РБК Лев Асланян. Лев, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. На ваш взгляд, Олимпиада, потом чемпионат мира по легкой атлетике, если не ошибаюсь. Потом, я путаю хронологически, универсиадов Казани, потом чемпионат мира по футболу в России. Вот эти все крупнейшие соревнования, на самом деле, они на достойном уровне пройдут или нет? Призываю не сомневаться всех поклонников, всех вышеозвученных видов спорта, олимпийских игр, олимпийских видов спорта. Уверен, что все пройдет на высочайшем уровне. Другое дело, как к этому идти. Вот если говорить о чемпионате мира по футболу и озвученных проблемах с финансированием строительства спортивных объектов и прилегающей инфраструктуры, то получается, что в Москве есть лукойл у стадиона «Спартак», есть ВТБ у стадиона «Динамо», пусть даже в итоге «Динамо» не попало в число стадионов, которые пройдут у себя чемпионат мира. Уверен, там тоже будет хороший стадион. В Петербурге есть «Газпром», а кто будет строить в провинции? Вот, собственно, в чем вопрос. И, конечно же, мировая практика показывает, что стадион к чемпионату мира можно построить за 100-150 миллионов евро. Но, сами понимаете, интересно ли той же «Самаре», тому же «Саранску», в случае, при котором через их кассу пройдет всего лишь вот эта сумма, а не, допустим, миллиард евро, который уже тратится на стадион «Динита» и на некоторые другие. Лев, ну смотрите, в «Самаре» стадион есть, в «Крылья Советов» там играют. В «Нижнем» тоже стадион есть, и, думаю, не один. В «Казани» понятно. В «Волгограде» ротор и сопутствующие. Во всяком случае, есть инфраструктура. В «Калининграде» известная команда «Балтика». Вот в «Саранске» не знаю футбольного клуба. В «Ростове» есть. В «Сочи» тоже не знаю. В «Екатеринбурге», наверное, тоже кто-то играет. Не так много, на самом деле, городов, где что-то так вот по-серьезному строить надо. А вот в том-то и дело, что все стадионы, о которых вы сейчас говорили, о командах, у всех этих команд стадионы советской постройки. То есть сейчас это уже ничего общего с требованиями FIFA современными не имеет. И им нужно строить стадионы с нуля. Это даже не реконструкция, а постройка нового спортивного объекта. То есть вы хотите сказать, что, например, казанский стадион, на котором Рубин играет, он не сертифицирован у Wi-Fi, и Казань там не может принимать международные игры? Международные игры может принимать, но для чемпионата мира по футболу, для настолько крупного события, безусловно, этот стадион не отвечает никаким требованиям. И сейчас, собственно, в Казани близок к завершению новый стадион, современный, на котором, собственно, и пройдут матчи Мундиаля в 2018 году. Но там же еще и, вот как мы только что говорили с Борисом Копейкиным, да, сопутствующая инфраструктура. Транспортная, но гостиничная и так далее. Магазины, кафе, рестораны. Прекрасно. Но ведь для команд нужно строить еще и тренировочные поля? Безусловно. Это тоже, конечно же, большие расходы. И, естественно, это должно закладываться. И я думаю, что речь идет не только о тех командах, которые будут выступать в дальнейшем, о тех же Крыльев Советов, Рубине и прочих клубах, но и для команд сборных, которые в 2018 году будут тренироваться. То есть их нужно встречать не только на стадионах в прекрасном состоянии, да, и в гостиницах, но еще и на тренировочных полях, что, конечно же, дополнительные расходы. Хорошо. Но, по-вашему, игра строится, стоит свеч или нет? Вот сейчас вложим какие-то безумные деньги, вот по разным оценкам, тут до миллиона, триллиона, простите, трехсот миллиардов рублей. Ну, в том-то и дело, что российская душа, она широкая. И, конечно же, когда нам выпадает шанс провести соревнования такого уровня, хочется сделать все по высшему сорту. И убежден, что так и будет сделано. А другой вопрос, что с этим будет потом, в каком состоянии, и, опять же, на какие деньги сейчас это все делается. И вопрос, на какие деньги их потом содержать? Безусловно, безусловно. И это все будет частично вложиться на бюджетные средства, а частично это может привести, опять же, к тому, что некоторые клубы, вполне возможно, через несколько лет, после 2018 года, при худшем развитии событий, могут прекратить свое существование, как уже бывало не раз в нашей истории. Ну, и будем надеяться, что так в этот раз не произойдет, и что все эти спортивные объекты будут востребованы после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, который мы действительно с нетерпением ждем. Тем более, что российская команда туда попадает без всяких условий отборочных игр. И переживать перед 2018 мы будем не очень сильно за попадание, потому что автоматически будем играть. Я благодарю Льва Асланяна, спортивного обозревателя телеканала РБК, который был сейчас с нами в эфире. Мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору предлагает создать в России федеральную систему отслеживания продукции животного происхождения на основе системы ветеринарной сертификации. Это нужно сделать для того, чтобы минимизировать риски подмены мяса, рыбы и сырья растительного происхождения в пищевой продукции. А минимизировать есть, что вопрос подмены пищевой продукции стоит в России крайне остро. Все мы хорошо помним недавние скандалы в Европе о том, когда в полуфабрикатах мясных вдруг обнаружилась конина. Затем произошел рыбный скандал и стало понятно, что одну дешевую рыбу выдают за более дорогую. Такой же скандал произошел в Соединенных Штатах Америки. Я серьезно подозреваю, что наши продавцы и производители продукции тоже грешат не меньше европейцев и не меньше американцев. Пожалуйста, звоните в студию. Телефон 651099,6. Делитесь вашими историями. Сталкивались ли вы со случаями фальсификации продукции? Что вы в этих ситуациях делали? А я пока этот вопрос задам Алишеру Захидову, юристу общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Алишер, здравствуйте. Да, всем добрый вечер. По вашим данным, насколько чисты случаи фальсификации продуктов питания? Ну, если говорить о качестве продуктов, то они, скажем так, нерезкие. Но вот то, что сегодня хочет сделать ветеринарный надзор, сложное к этому отношение, потому что это проблема, в общем-то, не ветеринарного надзора. Проблема сводится к другому, что почему производителям невыгодно делать качественную продукцию? Почему они не стремятся продавать тот товар, который заявляет в сопроводительной документации? Если мы говорим о попадании туда конины или других... Ну как, на мой взгляд, все очень просто. Дешевое сырье написали на этикетке, что это дорогое сырье, и продали в той дороге. Ну вот смотрите, вот смотрите, например, по аналогии с алкогольной продукцией. На сегодняшний день 76% коньяков на российском рынке это сертификация. И это итог и следствие того, что у нас фактически все на алкогольном рынке сертифицировано и сделано. Уже там больше просто нечего сертифицировать. 76% коньяков. Ну что тут еще сказать? Вот они сейчас мясо обложат всей этой тотальной сертификацией. Будет ли это панацеей? Я не уверен. Потому что невыгодно производителям делать этот товар вот в том, в той ценовой категории. Если они все будут делать качественно, цены будут просто запределены, и тогда импорт вообще все окончательно поглотит весь этот рынок. Фактически рынка-то нет сельскохозяйственной продукции. И в Весну Ливанске у нас всего лишь порядка 5% сельскохозяйственных предприятий работают на рынке. Порядка 5%. А все остальное это просто, ну скажем так, тотальная разруха. Хорошо. И вот на фоне этого они хотят... Вот эти вот 5% присесть радужно их... Такое громогласное... Громогласное объявление, что у нас все хорошо, Багдаде, все спокойно. Они хотят обложить. Ну а вылазка, а что дальше с тобой? Решер, давайте вернемся к продукции. А вот вы говорите, очень часто алкоголь фальсифицирован. Да, иначе с тем, что... Значит, понятно, что мы там, продавцы, обливают, скажем, водой мешок с сахаром, чтобы увеличить вес. Известно, что в торговле такая штука налет называется, когда ледяная глазурь составляет чуть ли не половину веса рыбной продукции, например, да, или там креветок или рыбы какой-то. Вот как можно в магазине, можно ли отличить в магазине, что вам под видом качественного и дорогого продукта пытаются продать что-то совсем другое? Ну, если мы говорим об охлажденной рыбе, которая продается там в известных сетевых магазинах, то, конечно, можно. Я могу попросить продавца, а, дай приблизить эту рыбу ко мне, понюхать ее в жабры, например, увидеть ее цвет и так далее, сказать, что она во льду лежит охлажденная, она хорошая, свежая. А вот по мороженым рыбам, скажем, глубокой заморозки, там не все так однозначно. Есть действительно там по креветочной группе, например, я могу и не определить, что там находится. Лежит комок, он растает, и, считай, треть уйдет просто в воду от того заявленного веса, который есть на упаковке. Ну, треть это еще в лучшем случае. А какова ответственность торговых сетей и производителей за вот подобного рода действия? Их наказать можно? Смотрите, сейчас вот наконец-то Госдума-то у нас приняла в первом течении поправки к административному кодексу за обман потребителей, за предоставление недостоверной информации, за предоставление неправомерной сопроводительной документации, за сокрытие информации. Теперь там страх идут на 50, на сотни, и даже до 300 тысяч доходят, и даже выше доходят там. Теперь там будет за неоднократно, даже до миллиона доходить штрафы. Там 300, 400, 500, даже миллион, лишение права торговли. То есть законодатель вот решил давить сверху и предполагает, что вот такое вот административное давление штрафами, оно вынуждит продавца, ну, скажем, быть честным. Ну, посмотрим. Я как-то в это не верю, потому что рынка нет как такового, сходясь на Луна. Ну, смотрите, о сходясь на рынке мы еще тоже поговорим отдельно. Вот ситуация, да, простой магазин, ну, простой, крупный, любой, да? Есть отделы, где торгуют рыбой, где мясом, а есть где полуфабрикатами. Вот что они туда положили? Даже вот салаты. Явно, что они приготовлены из продуктов. Ну, салаты, это уже стал у нас притчевый язык, да? У которых вот-вот кончится срок годности. Салаты, ну, обычно сколько у них? Митер 12, митер 18, митер 24 часа. Вот по секле, там, по-моему, у них 16 часов срок годности, и все, и привет. Ну, проблема-то даже не в том, что там они положили, а проблема в том, какими там руками часто они делаются. Если там в крупных сетях как-то еще можно это отследить, хотя тоже отравления не риски, и сам даже попадал, когда я брал селедку под шубу, под майонезом, а потом мне было реально плохо. То вот в других магазинах я бы очень не рекомендовал заниматься этим. Действительно там непонятно, какой майонез, да, непонятно, какая селедка, непонятно вообще, какие ингредиенты. Проверить это фактически нельзя только на себе. Как мы говорим, завтра все узнаем. Сегодня попробовали, завтра узнаем. Ну, какое наказание? Ну, если вы придете, вот во всех этих, скажем так, споров, самое сложное, это доказать причину-кредственную связь, да, например, что признаки моего пищевого отравления, как-то, были связаны вот с приобретением вот этой селедки-пашубы. Ну, опять же, на какой потребитель у нас пойдет? Это же... Ну да, отлежался, угольку активировано, он и съел, и хорошо. Просто, да, у нас, ну, такие традиции, как, например, на Западе, у нас время доказывания, каждая страна обязана доказывать вся в той статье, в той статье, на которую она ссылается. Десятка примеров, когда люди, ладно бы легкой отравлением, там пищеводы режут, и все это в судах с кровью, с адвокатами доказываются. А по большому счету, что я должен прийти и сказать, вот, оно вот так вот было, и это должно быть достаточно. Но вот это действительно большая проблема в потребительском законодательстве. Спасибо вам. С нами был Алишер Захидов, юрист Общества защиты прав потребителей, общественный контроль. К нам присоединяется Петр Борисович Щелич, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы только что с Алишером Захидовым обсуждали ответственность торговых сетей за продажу фальсифицированной и некачественной продукции. Как он рассказал, до миллиона рублей сейчас штраф может доходить для торговцев. Как доказать все-таки, что причиной вашего отравления стала вот эта некачественная продукция? Очень просто. И так делается во всем мире. Но сначала я сейчас расскажу, но сначала вам скажу, что есть вполне объективные показания для уверенности в том, что у нас очень неблагополучно дело с тем, что мы едим. Вот за первое десятилетие нынешнего века у нас в стране смертность по всем причинам не увеличивалась, за исключением одной причины. Это болезни органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта. В два раза увеличилось с 30 тысяч до 60 тысяч людей, вот ежегодно умирают. От чего, спрашиваю, совершенно для меня очевидно. Может быть, наверное, даже надо какие-то проводить научные исследования. Но совершенно очевидно, что качество пищи – это самая главная причина. Теперь по поводу того, кто и как может что-то доказать. Значит, в мире делается так. Не ждут, когда люди отравятся, а систематически проводят проверки того, что на прилавке находится. И периодически выявляют продукты, которые не соответствуют своему названию, которые небезопасны, и которые, естественно, тут же… Да, или там содержат какой-то обман в маркировке. И, конечно, они тут же отзываются из розничной сети, а с их изготовителем применяются самые строгие меры наказания. Это штрафы до миллиона долларов в государстве в Соединенных Штатах и до пяти лет тюрьмы. У нас есть уголовная статья в уголовном законе об ответственности за производство, оборот, и даже выдачу документов, разрешающих производство, оборот, опасной для жизни и здоровья людей продукции. Только не работает эта статья. Ничтожное количество денег они имеют. Петр Борисович, по вашим данным, у вас есть какие данные, каков вот объем этого серого рынка? Нам вот Алишер Захидов рассказал, что… Не может быть. По алкоголю 76%. Сколько? 76% по его данным, по коньякам фальсифицированной продукции. Ну, я не знаю. Может быть, они проводили специальное исследование. Это делается очень просто. По каким-то правилам составляется выборка продукции, которую нужно проверить. И делаются закупки контрольные. Дальше в лабораториях проверяется то, не то, опасно, не опасно. Все это… Ну, технология была еще в Советском Союзе. Контрольных закупок и проверок. И тогда это финансировалось бюджетом. А сейчас на это деньги не выделяются, и мы получаем то, что получаем. То есть сокращаем жизнь людей и ухудшаем их здоровье. Вот, безусловно, этим надо заниматься и заниматься на государственном уровне. Петр Борисович, это с одной стороны. А с другой стороны получается вот какая штука. Заходишь в магазин, сетевое название не буду произносить, который рядом с домом. Невооруженным глазом видно, что антисанитария. Никакой экспертизы не нужно. Грязь, разлитые продукты, масло, вода, ноги прилипают. Но если этот магазин закрыть, все местные жители, у которых не очень высокий достаток, начнут возмущаться, что им больше некуда ходить за продуктами. Нет, я не думаю, что его не закрывают по этой причине. Его не закрывают по другой причине. У нас, вот для того, чтобы провести плановую проверку такого магазина, надо ждать три года, пока он, с момента, когда он начал работать, или если он работает раз в два года, там можно проверять. Надо идти к прокурору, даже если есть жалобы граждан, что они там чем-то притравились. Надо идти к прокуратуру и у них просить разрешение. Они далеко не всегда дают такие разрешения. Если нет у них информации подтвержденной, что кто-то там попал в больницу, очень легко не дадут, потому что с них спрашивают за другое. За то, чтобы, вот как было сказано несколько лет назад сверху, не кошмарить бизнес. А тем самым кошмарят граждан, потребителей, искупателей. Поэтому я считаю, что система неправильная. Вот этот самый закон 294, ограничивающий права надзора, он не в интересах подавляющего большинства населения. Нигде в мире нет таких норм. В любой европейской стране государственный инспектор в любое время дня и ночи может на работающее предприятие прийти, торговали, производящие ли, проверить соответствующими выводами и санкциями. Вот что там нужно. Хорошо контролирующие органы, но любой потребитель, насколько я знаю, может обратиться в потребнодзор. Про нарушение написать. Почему этого не происходит? Я вас не слышу уже, извините. Спасибо. С нами был Петр Борисович Щелич, председатель Союза потребителей России. Мы говорим о инициативе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая предлагает создать в стране федеральную систему отслеживания продукции животного происхождения на основе системы ветеринарной сертификации. Как вы только что слышали, в общем, вряд ли это поможет и по совершенно разным причинам, хотя бы потому, что торговые сети все равно продают то, что, если не очень опасно для нашего здоровья принимать вовнутрь в качестве еды, то, во всяком случае, может оказаться просто не то. Но мы прервемся на небольшую паузу. Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает майские праздники более полезными для здоровья россиян, чем новогодние. Однако он думает, что весной отдыхать можно было бы и меньше. Дачникам он советует не забывать о клещах, которые не дремлят. Пожалуйста, звоните в студию. Телефон 6510996, код Москвы495. В последнее время это, на самом деле, большая вероятность, и в прошлом году была тоже эпидермальная обстановка, эпидемиологическая обстановка по поводу клещей очень неспокойная. Поэтому, на самом деле, я думаю, он предупреждает правильно, потому что кто предупрежден, тот вооружен. Это первое. Второе. Самое главное, что тут важно в лесу не находиться, потому что все-таки клещи, тем не менее, живут в основном в лесу. И вот эти прогулки лесные, если мы даже идем в лес, то надо обязательно закрывать все тело. То есть это о чем говорит? Надо капюшон надевать, резинки на рукавах, болотные сапоги, брюки в сапогах. Понятно, тут все должно быть закрыто. Если эти предосторожности принимать, то, в принципе, клещи не заползут. А вероятность того, что он какой-нибудь у нас энцефалитный клещ, достаточно велика. В прошлом году это из тех популяций, которые брали клещей, там было где-то, по моим данным, где-то, по-моему, 8% клещей были энцефалитные. Людмила Григорьевна, вот если вас укусил клещ, ну, во-первых, можно ли различить, энцефалитный он или нет? Конечно, нет. Поэтому любого клеща надо удалять. Удалять. Как это сделать? Совершенно точно. Ну, самое простое, особенно когда мы на природе, самое простое, это когда поджигаешь спичку, и головкой потухшей спички можно надавить на попу, на голову клеща, если она не до конца еще ушла, и клещ сам уйдет, и он сам покинет вас. То есть перегрева они так же не любят. Это самый такой простой вариант. И сразу обратиться к врачу, сразу обратиться к врачу, как можно быстрее. Потому что, конечно, вот эти все экстремальные случаи, когда пытаются растекать, удалять, лучше этого не делать в нестерильных условиях, потому что все-таки опасность заражения уже будет от того, чем мы это делаем, каким инструментом мы выполняем растекание. Алло. Да-да-да, Людмила Григорьевна, ну, смотрите, мы же все, в общем, живем в реальном мире. Сразу обратиться к врачу. Люди в лесу, километров за 100 от Москвы. Есть какие-то советы? Советы, вот вы сказали хорошо, спичку прижечь, да? А что дальше делать? Вот сразу из леса бежать к доктору? Ну, сразу в этой ситуации детоксикация. Это надо, на самом деле, постараться максимально удалить вот все части клеща. И промыть как следует, и обработать это все. Но мы всегда выходим в лес, все равно это либо зеленка, либо йод, какую-то дезинфекцию провести. Ничего такого более убедительного в этой ситуации я даже не вижу. И этого будет достаточно. Поэтому ситуация именно такая, чтобы удалить тело. Если боится, что выпустило что-то, то еще можно даже взять и попытаться промыть это, всосать где-то самостоятельно. Но это место доступное в этой ситуации. То есть убрать то, что может и выплюнуть. Не отсосать и прогласить, выплюнуть самое главное. Да, не съесть. Да. Вот. И после этого прижечь, дезинфицировать. Больше ничего такого делать не надо. Обратиться почему нужно обязательно? Потому что если клещи энцефалитные, то, в принципе, вам возьмут анализы крови сразу. Ну, где-то это может быть не обязательно. Это происходит в течение первых часов заражения. Энцефалитный он или нет, а вдруг он и не энцефалитный этот клещ, чтобы бежать прямо сразу с природы. Если беспокойств никаких нет, ни озноба не появилась, ни температура не поднимается, в этом, значит, ничего страшного. Но обратиться надо, чтобы проверить, выработали все антитела, есть ли какие-то инфекции, как раз энцефалит, если он в крови. Потому что вот эти белки появляются достаточно быстро в крови, и их можно определить. Людмила Григорьевна, каковы признаки, что все-таки произошло самое страшное, ну вот не было возможности обратиться к врачу. Как понять, что... Озноб, большая температура, головная боль, тошнота и рвота даже может начать. Я говорю, либо все вместе, либо все по очереди, либо одновременностью. Ну, под это, на самом деле, под такие признаки может что угодно попасть, к сожалению. Особенно, если люди... Если мы в лесу и здоровы, то это, на самом деле, только укус клеща. Спасибо вам. Спасибо. С нами была Людмила Григорьевна Лапа. Врач-терапевт к нам присоединяется Наталья Ивановна Прихно. Также врач-терапевт Наталья Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваша коллега только что нам рассказывала, что делать, куда бежать и как спасаться от энцефалитного клеща. И вот в конце вы, наверное, слышали, перечислила некоторые признаки. Но... Да, я слышала. Действительно, заболевание тяжелое. Действительно, оно начинается очень скрыто и тяжело определить, что это обычная вирусная инфекция, гриппоподобный синдром или серьезное заболевание. Но здесь имеется стадийность. То есть, тот момент, когда вирус проникает в кровь после укуса, первый момент – это симптомы обычных гриппа. Действительно, просто повышение температуры, оснопы, слабость. Но в тот момент, когда вирус проникает за гематоэнцефалический барьер, то есть проникает в головной мозг, появляются уже более тяжелые симптомы. Это головная боль, рвота, может быть судорожный синдром, могут быть параличи, может быть невозможность проглатывания пищи. То есть, очень тяжелое, нарастающее тяжелое состояние с температурой, которая достигает 39-40 градусов. Как только вы были где-то, гуляли в лесу, гуляли на детских площадках, имели контракт с травой, у вас это первое. Второе – у вас появились эти симптомы, которые мы перечислили. Третье – вы должны обратиться к врачу. К врачу вы должны обратиться по месту жительства к инфекционисту или в Роспотребнадзор, то есть санэпидстанцию по-старому. Если вы нашли на себе клеща, но, как правило, уже если появились симптомы, это прошло от двух дней до 21 дня, это инкобуционный период. Да, да. Но если вы исходно пошли в лес и вы нашли у себя клеща, вы нашли у себя клеща на теле, то вам его снимать самостоятельно ни в коем мере нельзя. А вот там нам вот как раз ваша коллега рассказывала, что можно прижечь спичкой, есть какие-то народные методы, там типа маслом залить. Нет, ни в коем случае. Вот традиционная медицина от этого отказывается. Вот. Лучше это место тихонечко, где вы видите клеща, прикрыть ваточкой, потому что заражение происходит в период, в момент укуса. Именно в слюне клеща находятся вирусы. А если его пытаться достать, то он обязательно укусит? Вирусы. Ну, вы можете, во-первых, обломить кончик. Он не обязательно укусит. Вы можете пытаться достать, он уже, если сидит на вас, он уже увеличился, это значит, что он вас уже укусил. Но если его пытаться снять самим, там потому что есть специальная методика, когда вы его захватываете, выкручиваете поворотом, вот врачи мы вытаскиваем так, чтобы поворот не остался у вас. Это искусство. То есть самостоятельно, там не чтобы он задохнулся, то что придумают, там маслицем накройте, там он задохнется и сам выползнет. Это все делать не надо, потому что вам еще нужен сам клещ, чтобы избежать вот этого длительного инкубационного периода, думать, заболел, не заболел. Клещ дается на исследование в лабораторию. Не все клещи заражены исходно энцефалитом, вирусом энцефалита, а только часть. Наталья Ивановна, ну вот про клещей более-менее понятно. Что еще подстерегает наших дачников и отдыхающих на природе? Каникулы будут длинные, я подозреваю, бурные. Ну, на природе вы имеете в виду, что может укусить страшнее клеща? Что может укусить? Он вызывает еще болезнь лайма, она тоже не очень хороша, эти же клещи. А это что такое? Ну, это также передается при укусе клеща, это другая немножко инфекция, но она также тяжела и также вызывает вплоть до смертельных исходов. То есть в любом случае клеща надо привезти в лабораторию. Что еще может? Ну, соответственно, ссадины, соответственно, ушибы, укусы не лучше укусы пчел, может вызывать аллергия в ходе амфилактического шока, укусы ос, шмелей, которые сейчас просыпаются и может вызвать вот эту тяжелую реакцию. Поэтому, ну, рекомендации едины. Хорошенько, правильно одеваться, пользоваться препаратами. То есть одеваться как? Чтобы не было возможности не заползти никакому. Наталья Ивановна, а вот эти вот спреи, которые модные продаются, они помогают, если обработать одежду, тело? Да, они помогают, они имеют свою эффективность, но это не панацея. То есть они имеют свою эффективность. Это не панацея. Первое, что смотрите на срок годности обязательно. А второе, это все-таки не панацея. Правильную одежду никто не отменял. И третье, это вакцинация. От клещевого энцефалита существует вакцинация. Существуют разные схемы вакцинации. Есть экстренная схема, когда вот сейчас можно еще уколоться, и через две недели у вас будет, это вот, грубо говоря, иммунитет. То есть еще можно успеть до праздников? Можно еще успеть до праздников сделать укол, но через две недели у вас будет иммунитет. Но сейчас еще травки нету, нету мышек-полевок, поэтому клещи не так уже, негде им там еще прижать. Спасибо, Наталья Ивановна. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. С нами была врач-терапевт Наталья Прихно. На самом деле, много что подстерегает дачников на участках. Ну, растяжение, ушибы, радикулит от непосильной работы на грядках или от переноски мебели, которую перевозят на дачи. Как заявил Геннадий Онищенко, вот прошедшие новогодние праздники, длинные каникулы, он назвал декадой ужаса. Естественно, речь шла о том, как многие россияне отдыхали, что они лежат на диване перед телевизором, чрево угодничают и употребляют алкоголь. Ну, в данном случае на весенних каникулах вряд ли кто-то будет лежать на диване. Скорее всего, будут на природе делать шашлыки. Но вот с остальным, скорее всего, придется тоже умерить свои аппетиты, потому что организм у нас у всех нежелезный, и последствия могут быть самые непредсказуемые. Вы просто можете не заметить те самые угрозы, о которых говорили уважаемые врачи сегодня в нашей программе. И, пожалуйста, будьте аккуратнее и следите за своим здоровьем. Надеюсь, что эти каникулы будут удачными и веселыми. Я прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok